Прошка и Рудик. Волонтер помнит каждый шаг и все, что связано с ее хвостами. После случившегося мы еще долго общались с волонтером Ирины Стрижак насчет Рудика и Сони. По-хорошему, если все сделать анализы, кто-то может быть носителем. У нас никто, как и у нормальных цивилизованных приютов, тесты не делают на все вирусы, а мы хоть что-то делаем для подобрашек и уже этому рады. Были бы у нас средства, мы бы тоже все делали как положено. Привить всех большая сумма. Лишний раз не можешь сдать анализы животным. Все убирается в средства, но все равно волонтер решила привить молодежь. Может постепенно, потому что вакцина не дешевая сейчас. Может делать ее уже можно сейчас. Праздники пройдут, не нужно ждать даже весны. Вот малые все чихают. Нельзя, когда полностью нездоровы. Вот Сима, сестричка осталась. Волонтер ей уколола глобфел. Потом посмотрит, как дальше. Тоже в ветаптеке 320 рублей стоит одна доза. Вот женщине сейчас обидно. Говорят доброжелатели, почему не привиты. Дает советы, чем нужно было лечить. Что не нужно возить в клинику, можно дома лечить. Интересно, как волонтер без анализов узнает, что с животным. Это серьезная болезнь. Мы публиковали пост, когда в клинике были. Выставляли ответы анализов, назначения. Почему тогда никто не писал? Неправильно лечите. А теперь, когда их нет, учат волонтера. Ирина Стришак упрашивала водителя отвезти в клинику. Четыре дня ее возил. Как на работу? Троих капали. Сидели в очередях. На пятый день, когда уже не было Сони, волонтер уговорила другого мужчину. Он на работу ехал. Довез. Но Рудика это был последний день. К нему Алексей даже не пошел. У него там случился приступ. Он дал распоряжение сделать мочегонку. Дело Миля Евгеньевна. Но волонтер привезла еще прожку. У него была температура 42. Тоже смотрела и анализ взяла Миля. Несколько уколов сделала. Поставила капельницу. Ирина Стришак спросила по поводу глобфела у Алексея. Если найдет, можно уколоть? Да, он сказал. Уколем. Если вы хотите. Волонтер вызвала такси и поехала в ветклинику. У них было пять доз. Волонтер забрала все. Три. Она знает, нужно колоть, если заболело животное. Но только если нет проблем с почками. Пожалуйста, сделайте УЗИ прошки. У него было воспаление мочевого пузыря. Цистит весной. На всякий случай. С трудом сделали. И опять Миля Евгеньевна сама. Дала домой лекарство. Вечером он немного дремал. Покушал. Но думает, волонтер принесло. Утром позвонила узнать ответ анализов. Она говорит, тоже вирус. Ужас. Женщина поехала в клинику. Взяла еще лекарства. Забирала ответы. Дома колола. Глопфел тоже. Симочки уколола. Сегодня Прошка уже не хочет уколы. Всю хозяйку искусал. Значит, тут другое. Рвоты нет. Поноса тоже. Надеемся, это не панликопения. Правда, в клинике долг остался. Нужно отдать. Нельзя Новый год идти с долгами. Тем более в клинике. Ирина Стрижак очень обидна. Волонтер делал все, что от нее зависит. Она контролирует каждый укол, все лекарства. Но вот Глопфел сразу нужно было вести. Ей сказали, что его нигде нет. И он неэффективен. Да, может быть сейчас мода на ранголейти. Но тем не менее он есть. Волонтер нашла. И можно еще и дешевле брать. Есть поставщик, Алла сказал. Вы знаете, что подобранные все на виду. Волонтер делает фото. Всегда все назначения. Вы их знаете поименно. На фото это Рудик. Последний день. Домой приехали на такси. Молчал всю дорогу. Он еще водички попил. Пошел по комнатам. Потом лег и умер. Дома. Прошка был плохой в этот день. Но сейчас ему хорошо. Уже в окошко смотрит.